Признаюсь честно, библиотеку я в последний раз посещала во время учебы в университете, ведь найти нужную книгу сейчас не сложно, а в читальный зал я прихожу, ну разве что за очень редким экземпляром. Но библиотеки меняются, в них становится интереснее, особенно по ночам. В минувшие выходные в Дальневосточной государственной научной библиотеке прошла седьмая библионочь. Читальные залы распахнули двери для посетителей в 9 часов вечера. Это общероссийская акция, проходит она единовременно по всей стране в ночь с 20 на 21 апреля и под одним девизом «Весь мир театр». Дети и взрослые всех возрастов и профессий становились героями театральных представлений. Библионочь – это большая вечеринка, куда каждый может прийти в любом образе. Как вас зовут, расскажите. Еще раз не слышно. Как вас зовут? Кирома. Вы откуда приехали? С Харбиня. Вы читать любите? Не люблю. Вообще не любите? Или, может быть, есть какая-то литература, журналы, комиксы, которые все-таки нравятся вам? Хоть что-то. Я люблю спору-то. А вы кто? Я типа это, как его, с Гарри Поттера этот. Харгель. О, Харгель. А как вы попали в Хабаровск? Девушка, я уже 27 лет здесь в Хабаровске живу. Вот прилетел на метелке сюда. А кроме Гарри Поттера читали что-нибудь? Какие у вас любимые книги? Какие любимые авторы? Я вообще-то люблю читать, но я читаю в основном фантастику. Я люблю Юрия Никитина. Знаете такого автора? Каких авторов любишь? Какие книги? Ну, больше либо военная литература, либо что-то про Средневековье, допустим, про Айвенга, про Квентина Дорварда. Игру Престолов, наверное, тоже смотришь? Нет, конечно, вы что? А почему? Нельзя? Да что-то как-то такое себе. Как-то первую серию посмотрел, но как-то не зашло. Ну, ты маленький, наверное, еще просто. Ну, ладно, я тоже не смотрю. На Библионочи посетители смогли увидеть то, что обычно доступно только для специалистов. Например, как создается электронный фонд. С помощью двух принтеров здесь сканируют издания, возраст которых больше 100 лет. Мы оцифровываем то, что находится в Дальневосточной государственной научной библиотеке в редком фонде. То есть это книжки, которых, возможно, больше нигде нет. Они этим и ценны, что они есть у нас. Ну, естественно, они по большей части связаны с Дальним Востоком. И книжки эти по освоению Дальнего Востока, про то, как народ сюда переселяли целыми группами, про семьи написаны, написаны про прилежащие территории. Что еще происходило на Хабаровской Библионочи в научной библиотеке, расскажем в большом репортаже на этой неделе на нашем телеканале. Анастасия Незнанова, Евгений Власов. Смотри Хабаровск.